всем привет в этом видео я объясняю как построить хижина главного строителя главной деревни клашев кланс вот самое первое что нам нужно улучшить дом строителя до 9 уровня вот дом строителя 9 уровень второе когда улучшите дом строитель до 9 уровня появится возможность построить хижина отто это хижина для робота маленького этот робот отто он будет строить недвижимости в деревне строителя когда главный строитель поплывет в основную деревню третье нужно модернизировать три здания в родной деревне мортира пушка башня лучниц чтобы их модернизировать у них должен быть определенный уровень как в деревне родной деревне так и в деревне строителя вот пушка башня лучниц и мультимортира так четвертое повозка с пушкой улучшить до 18 уровня так вот пятое мега тесла лучше до 9 уровня вот шестое последнее боевая машина лучше до 30 уровня вот когда это все улучшится вот эти четыре пунктика домик строитель хижина отто станет пятого уровня и тогда главный строитель сможет путешествовать на своей вот лодке вот его лодка нажмем путь нажимаем и лодка должна отправиться сюда вот лодка строить этого главного строителя видите здесь его нет уже а корабли принадлежит деревне главному к деревне главной к вашу класс так но когда мы построим здесь все деревне строителя сделаем я предполагаю что появится здесь возможность построить хижину строителя за какие-то деньги или не деньги я не помню ну вот и все задание приблизительное время приблизительно может шесть-пять месяцев это заняты с нуля знаю у кого какой уровень деревне строителя такой уровень этих машин могу от тебя совет дать то что нужно рашить на деревне строителя чтоб только получить 5 6 строителя чтобы делать нужно рашить это это деревне строителя до максимума вот р można только уделять внимание мегатесли только уделять внимание боевой машине только уделять внимание двойной пушке одной чтобы ее улучшить найдем до какого-то уровня чтобы потом здесь эту пушку можно было в модернизировать но здесь она тоже должна быть определенного уровня также вот про эти две остальные башня лучниц и мультимортира. Только им уделять внимание. Только уделять внимание этой пушке. Все остальное ничего не надо делать. Ничего. В деревне строительство. Потому что сдача в приоритете, как можно быстрее получить шестого строительства, чтобы главная деревня имела возможность улучшаться быстрее. Об это обычный математический просчет. Также добавлю про главную деревню. Сейчас тоже выгодно рашить. Потому что чем быстрее вы построите хранилище эликсира и хранилище золота до максимального уровня 20 миллионов. 350 тысяч дарка. Тем больше вам будет доставаться от плюшек разных. Вот допустим вот эта руна эликсира. Я сейчас нажму и у меня будет фул 20 миллионов. А у кого будет там 18, у кого-то будет 16. У кого как построены золотохранилища и хранилища эликсира. Плюс важно уделять внимание главной деревни в том, чтобы открыть всех воинов, солдатов и всех остальных. Открыть, потому что в любой момент можно нажать банку. И все будут максимального уровня. Открыть это главное. Это при раше. Так. Ну, если по войскам, то по-любому нужно всегда улучшать до максимума лагеря военные. Это влияет на войска. Так, до максимума нужно улучшать всегда крепость клана. Получишь максимальный уровень войск и количество войск. И что сейчас самое важное в раше. Ну, в развитии деревни. Главная деревня. Как можно быстрее открыть домик для животных. Сделать его четвертым уровнем. Потому что животных нужно качать 6-7 месяцев. До максимума. Если посчитать по математически. Вот один, видите, максимум. 10 уровней. За один раз можно улучшить, поставить. Только один уровень. Посчитайте. Тут 3 уровня. Ой, 4 животных. И в каждого по 10 уровней. Значит, это 40 уровней. Каждый уровень улучшается по 2, по 1, по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8 дней. Если это все сосчитать, вот эти дни добавить, получится 6-7 месяцев. Вот. По математике, если сосчитать. Чем быстрее вы откроете домик животных. То есть, чем быстрее вы откроете ратушу 14. Тем быстрее вы прокачаете животных. До максимума. Ну, конечно, надо еще качать. И еще такая важность. То, что на животных только требуется дарк эликсир. Больше ничего. Они не занимают строителя. Они, этот домик животных, такое же самое, как по функционалу. Как лаборатория. Вот, нажимаешь. И ты можешь прокачать только одного. Одну какую-то позицию. Вот. Сейчас у меня это огнеметатель. Допустим, потом я смогу поставить вот. Но здесь можно заканчивать за зелья. Заканчивать за... За какие-то молотки. Ну, все такое. Здесь можно заканчивать за... За две штуки. За молоток. Вот. За этот. За книгу героя можно заканчивать. Но нужен дарк. Также можно улучшать каждый уровень животного за молот героев. Вот. Добавлю про хижину строителя. За геми... За вот эту хижину главного строителя, да. За геми, кажется, ее нельзя купить. Может, когда-то и была акция. Ну, не знаю. Может, будет. Может, была. Точно не знаю. Я ее только что не нашел. Как ее за геми купить, не знаю. Ведь нет у меня сейчас акций таких. Не нашел. Вот. А, ну, тут у меня она есть просто. Надо смотреть, у кого нету. Может, поищите, посмотрите за геми. Я не знаю, сколько там этих... Можно купить гемов там. Сколько там будет гемов. Вот, допустим. Представим, что хижина строителя будет стоить 4 тысячи гемов. Вот это 20 долларов. Ну, 20 евро. Это сколько там будет. У каждого своя валюта. Можете купить, если не хотите выполнять здание. Вот так. Дом строителя рассказал. Добавил про раш. Баланс изменился. Рашить выгодно. По математике. Всем пока. Всем удачи. И желаю побыстрее улучшить. Пишите в комментариях, за сколько можно построить хижину строителя в главной деревне. За сколько месяцев. Максимально и минимально. Чао-чао.